МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире собрание кандидатов предвыборной кампании Национального собрания Западной Армении. Вышел свет шестой номер журнала «Вестерн Армения». Цены Западной Армении – Бартан Амалян. Вопросы армян – Западной Армении. Новости Джавахка. Армения знаменует новую эру французскими военными закупками. Мирзуян и Коломинна обсудили партнерство Восточной Армении – НАТО. Сборник произведений – Мушега Галшуяна. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на встрече с ЗУМ, организованной в рамках предвыборной кампании Национального собрания Западной Армении на декабрь 2023 года. Встреча состоится 3 декабря 2023 года в 19.00 по французскому времени и в 22.00 по ириванскому времени на армянском и французских языках. Тема встречи – парламентские выборы в Западной Армении. Присоединяйтесь к встрече ЗУМ по указанной ссылке. Вышел в свет шестой номер журнала «Вестерн Армения». В новом номере можно прочитать рубрику «Исторические напоминания», где подчеркивается, что северским договором официально и бесспорно закреплены права армян на некоторые оккупированные турками территории. В шестом номере журнала «Вестерн Армения» можно прочитать обзор, посвященный 103 годовщине орбитажного решения Вудро Уильсена. Рубрика «Вопросы армян в Западной Армении» посвящена событиям, произошедшим после перемирия в Ерзанка. В новом выпуске можно ознакомиться с армянской идентичностью, этническими символами, национальными ценностями. Рубрика «Сыны Западной Армении» в новом выпуске посвящена героям Эрику Гевуркяну, Паруйру Арутюняну, семье Гараян и Айказу Маркучану. Армянскую английскую и французскую версию в формате PDF можно скачать, перейдя по указанной ссылке. Вартан Амалян родился в семье певца-композитора Давида Амаляна и певицы Армине Амалян, был первенцем. Имя Вартан унаследовал от дяди, героя, освободившего Шуши, Вартана Степаняна Душмана. Вартан Амалян погиб во время Третьей Арцарской войны, сражаясь в возрастченных боях за Шуши. Покоится в полку бессмертных Ераблюра, рядом с дядей Душманом Вартаном. В юном возрасте Вартан занимался плаванием, карате и борьбой. Очень любил футбол. Спорт был его стихией. Десятилетнего возраста Вартан занимался творчеством. Работы Вартана публиковали в молодежных журналах, также была издана книга. В 2013 году в журнале «Андин» был опубликован «Мтад Церриф». Вартану было всего 12 лет. В 2014 году в том же «Андине» был опубликован «Аннанун». В том же году в юношеском журнале «Ахпюр» было опубликовано новое произведение «Роза», которое выросло в бетоне. В 2016 году к 15-летию Вартана была опубликована полная книга со всеми имеющимися на тот момент работами. Вартан занимался творчеством всего 3 года. 15 лет перестал писать. В рассказах «Таинственная и большая сила», что могло заставить юношу выражать философские мысли в детском возрасте, думать о творении Бога, несовершенстве человеческих душ, о духовных вызовах, брошенных миру глобалистскими силами, о жизни и смерти, о зле и добре. Своеобразный юноша, который, возможно, должен был сказать свое слово, как философ-богослов пошел по пути своего великого тезки, стал героем, который молча любит Родину. Вечная слава павшим бою героям. 29 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР принял знаменитый декрет о турецкой Западной Армении, для разработки которого в ноябре 1917 года по указанию Ленина была создана специальная комиссия. В ее состав вошли Сталин, Варлам Аванесов, Сурен Мартирусян, Ваган Терян, Лукашин Саркис Рапионян, Прош Прошьян, сын писателя Перча Прошьяна, меньшевик Павел Аксель Рот и Степан Зорян Ростоп. Комиссии удалось в короткие сроки составить и представить совету доклад и проект о турецкой Западной Армении. В докладе основным автором которого был Ваган Терян говорилось, что армянский народ Западной Армении был самой многочисленной национальной группой в начале войны, и что молодотурецкое правительство воспользовалось Первой мировой войной для истребления армянского народа, чтобы покончить с армянским вопросом. Члены комиссии требовали от Совета народных комиссаров издание декрета о защите права на национальное самопределение армян Западной Армении и создание гарантий для самоопределения армянского населения Западной Армении. Одним из важных элементов этих гарантий было пребывание российских войск в Западной Армении. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. 25 ноября ахлокалакси кикбоксер Наир Меликян выступил в весовой категории 71 кг кикбоксинга, одержал победу над своим китайским соперником. В китайском городе Тайшан проходят соревнования, которые представляют собой соревнования по боевым искусствам, транслируемые по телевидению Henan Television. Это самая продолжительная программа боевых искусств Китая. Бой Меликяна с соперником Юн Люням длился три раунда, за время которого Наир победил, набрав максимальное количество очков. Наир Меликян два месяца находится в Китае, где готовится к состязанию. Проблема с питьевой водой в селах Сульда и Дадеш. Жители сел Сульда и Дадеш мунициплицета Жавахка уже много лет испытывают проблемы с питьевой водой. Проект по обеспечению этих сел питьевой водой находится на завершающей стадии реализации. Но, как мы узнали из мэрии, возможно, в 2023 году вода не дойдет до указанных сел. Сельские старосты двух сел Зарзан Куджоян и Эдгар Тумасян сообщили журналистам, что работы продолжаются. Мы были на месте, видели, строительство идет. Есть проблема с электричеством. В настоящее время также ведутся работы. Армения знаменует новую эру французскими военными закупками. Об этом пишет канадский журналист Нил Хауэр, освещающий Арцарский конфликт. После нескольких месяцев спекуляций растущее оборонное партнерство Армении с Францией наконец стало осязаемым в этом месяце, пишет автор, имея в виду новость о 12 ноября, о том, что бронетранспортеры французского производства «Бастем» прибывают в Армению через Грузию. После удара, нанесенного армией во Второй Арцарской войне 2020 года, это значимая веха для Армении. Пока традиционный поставщик Армении России не мог или не хотел поставлять оружие, Ереван отчаянно искал других партнеров по военным закупкам. Теперь, наладив рабочие отношения в области оборонных закупок с Индией, Армения надеется, что нынешние французские поставки станут лишь первым шагом в долгосрочном партнерстве, пишет автор. Это результат минимум года переговоров, если не больше, подтвердил в беседе с автором, военный аналитик и научный сотрудник Ереванского научно-исследовательского института прикладной политики Леонид Нерсисян. Думаю, что этот процесс активно начался после войны 2020 года. Отношения между Францией и Арменией всегда находились на достаточно высоком уровне, А теперь в условиях улучшения отношений между Арменией и Евросоюзом, а также Арменией и США, такие сделки стали реальными. Автор отмечает, что сейчас есть реальные опасения, что Азербайджан снова совершит агрессию в отношении Армении. В этих сложных условиях укрепление вооруженных сил страны имеет решающее значение. Министр иностранных дел Восточной Армении Арарат Мирзоян обсудил со специальным представителем Гонсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной партнерство Еревана с Альянсом и шаги, предпринимаемые для его укрепления. Об этом сообщил министр иностранных дел Восточной Армении Арарат Мирзоян в социальной сети ИКС. Встреча состоялась в скопе Северной Македонии в рамках 30-го министерского форума ОБС. Глава внешнеполитического ведомства Восточной Армении положительно оценил переговоры со спецпредседателем НАТО. Суверенитет и территориальная целостность, четкость государственных границ являются ключевыми и должны быть безоговорочно признаны всеми заинтересованными сторонами для достижения стабильности и прочного мира на Южном Кавказе, отметил Мирзоян. Повесть Мушева Галшуяна «Дзор Мирон. Цикл рассказов облака горы Марута. Цикл эссе и очерков Аграваккар» были представлены читателю в одной книге. Сборник вышел в свет издательством EditPrint по случаю 90-летия писателя. В книге сохранились орфография и пунктуация автора, чтобы читатель мог лучше поднять акценты, дух и время писателя. Презентация книги состоялась в обувянском филиале книгохранилища «Зангак». Присутствовали члены семьи писателя, друзья и читающая общественность. Вечер вел главный редактор издательства EditPrint писатель Давид Самвелян, который составил и подготовил книгу к изданию. Мушев Галшуян родился и вырос в селе Катнахпюр Талинского района в Восточной Армении, но на протяжении жизни присутствовало сознание сосунца. Родители были беженцами из сосуна, которые, привехав в Восточную Армению, выбрали место жительства Талин. Первую семью отец потерял во время массовых убийств. И в завершении новостей послушаем песню «Вартан» в исполнении Давида Амаляна, Арсена Григориана и Карена Мирзояна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok